Здравствуйте! В эфире программа «Комфортный город» Программа для тех, кто любит свой город и хочет сделать его лучше и удобнее для проживания Понятие комфорта достаточно обширное и в первую очередь включает в себя чувство безопасности Оно должно быть в самом человеке, но создавать его помогает окружающая среда Можем ли мы чувствовать себя безопасно в современных городских условиях? Об этом поговорим прямо сейчас Опасность – центральное понятие безопасности жизнедеятельности Опасность – это явление, процессы, объекты, свойства предметов, способные в определенных условиях Наносить ущерб здоровью человека Опасности носит потенциальный характер, то есть любая деятельность потенциально опасна Различают опасности естественного и антропогенного происхождения Естественные опасности обуславливают стихийные явления, климатические условия, рельеф местности и тому подобное Антропогенные опасности возникают вследствие воздействия человека на среду обитания, своей деятельностью и продуктами деятельности По происхождению различают шесть групп опасностей – природные, техногенные, антропогенные, экологические, социальные и биологические Сферы проявления опасностей бывают бытовые, спортивные, дорожно-транспортные, производственные, военные и другие Опасность подстерегает нас повсюду, даже дома Думаю, не стоит сейчас повторять прописные истины, которым нас учили еще в школе Не пускайте в дом незнакомых людей, уходя, выключайте газ, свет и воду Для начала хотелось бы рассказать о новой тенденции Нередко прогресс играет с нами злую шутку И теперь, когда окна закрываются не на шпингалеты Открыть их не составляет труда даже маленькому ребенку В Чувашии зарегистрировано около 20 случаев падения детей с высоты за последние 4 месяца Пять из них со смертельным исходом Очень часто дети подходят к открытому окну из любопытства И уже через секунду происходит непоправимое На данный момент на рынке множество устройств защиты От самых простых до достаточно сложных Самые распространенные – блокираторы окон В комплекте с этим идут саморезы для установки Графитовый наконечник для отметок Ключ, чтобы закрыть окно на замок Одна часть блокиратора крепится непосредственно к окну Ответная – к раме Закрыв ключом, мы теперь не можем открыть эту створку на распашку Мы можем только откинуть на проветривание Все Теперь мы обезопасили себя и своих детей Открыв замок обратно Мы точно так же пользуемся створкой Если в прошлом году были единичные случаи заказа блокираторов окон То в этом каждое четвертое-пятое окно идет с запирающими устройствами Предусмотрительные родители блокираторы устанавливают вместе с новыми окнами Когда их ребенок еще толком ходить не умеет Так сказать, на вырост Окошко не открывается, Настя, потому что его закрыли на ключ, а ключ спрятали Чаще всего люди оставляют окно открытым, когда они сами дома с ребенком Но это не спасает В большинстве случаев в квартире находились даже не по одному взрослому Однако ребятам хватило нескольких минут, чтобы влезть на подоконник Москитная сетка создает у малыша иллюзию заграждения Но она не способна выдержать даже такой маленький вес Если же окно с блокиратором, родителям не требуется постоянно держать свое чадо в поле зрения Спокойно совершенно, когда ребенок один в комнате Без тебя окно открыть не сможет, и все хорошо Окно открывается только в режиме проветривания На распашку не открывается И открывается только взрослыми при помощи вот такого специального ключа Поставить блокираторы можно не только на новые окна, но и на старые Причем не обязательно искать фирму-изготовителя Можно обратиться в ту, что поближе Установка займет 5 минут И детям, и взрослым необходимо также помнить меры противопожарной безопасности Территорию, прилегающую к жилым домам, дачным и иным простройкам Своевременно очищайте от горючих отходов, мусора и сухой травы Не устанавливайте мебель и шкафы, кладовые в коридорах общественного пользования На лестничных клетках и под лестничными маршами Не курите в постели, это может привести к пожару с самыми тяжелыми последствиями Спички, аэрозольные предметы бытовой химии и другие огнеопасные вещества Храните в недоступных для детей местах Не позволяйте малолетним детям включать электроприборы и газовые плитки Не оставляйте малолетних детей в квартирах без присмотра Электропроводку в квартирах и хозяйственных сараях содержите в исправном состоянии Электроприборы включайте в электросеть только при помощи штепсельных соединений заводского изготовления Не сушите одежду и другие несгораемые материалы над печью, газовыми плитами и электронагревательными приборами Не оставляйте без присмотра включенные в электросеть электрические приборы, плитки, чайники, приемники, телевизоры Не применяйте легковоспламеняющиеся и горючие жидкости для стирки одежды В социальных сетях пишут, что современная пирамида масла состоит из двух пунктов Физиологические потребности и лайки Шутка с шуткой, но по статистике интернетом пользуются больше половины жителей нашей страны И несмотря на постоянную борьбу с мошенниками в сети, они находят все новые способы, чтобы вылуживать деньги из пользователей Блокировка аккаунта, обновление браузеров, фальшиво-антивирусы и липовые акции Также стремительно набирают обороты и мобильные мошенничества Самые распространенные виды мобильных мошенничеств это выигрыши На телефон приходит смс о выигрыше ценного приза Вы звоните по телефону для справок и с вашего счета списывается большая сумма денег Ошибочные платежи Кто-то пополняет ваш счет на приличную сумму, а затем раздается звонок и вежливый человек говорит, что случайно положил деньги не на свой счет, а на ваш Незнакомец настойчиво просит вас перевести такую же сумму в ответ Как только вы выполняете просьбу, ошибочный платеж исчезает с вашего счета Просьба о помощи Вашим родителям приходит смс Мама, кинь на этот номер деньги, утром все объясню Испуганные родители несут любые деньги в терминал оплаты А ребенок оказывается жив-здоров СМС из несуществующего банка Представим ситуацию Вы собрались в отпуск, проходите паспортный контроль в аэропорту И в этот момент вам приходит сообщение Ваша банковская карта заблокирована Вы звоните, а злоумышленники требуют от вас данной кредитной карты, чтобы в считанные часы снять с нее деньги В Ангире Кто-то звонит вам с неизвестного номера, но как только вы берете трубку, звонок внезапно обрывается Вы перезваниваете на неизвестный номер и попадаете на автоинформатор, задача которого – как можно дольше удерживать вас на линии, пока с вашего счета утекают деньги Как защитить себя и близких от мобильных мошенников Будьте бдительны Узнавайте подробную информацию об актуальных схемах мошенничества в средствах массовой информации Избегайте разглашения любой конфиденциальной информации Не спешите действовать по инструкциям неизвестных людей Убедитесь в достоверности информации, полученной с незнакомых номеров, через уполномоченные организации, родственников или знакомых Не переводите деньги на незнакомые номера При использовании коротких номеров уточняйте у оператора цену предоставляемой услуги Внимательно читайте условия предоставления услуг Не отдавайте телефон в руки незнакомцев Скажите, что самостоятельно наберете номер и сообщите нужную информацию Бесплатный СР бывает только в мышеловке Не доверяйте неизвестным людям, которые обещают вам легкий выигрыш, быстрое исцеление и баснословный заработок В последнее время нам часто приходят СМС от незнакомых номеров с предложением воспользоваться услугами такси, юриста, кредитора Как получается, что наши номера попадают в нечестивые руки? Когда вы приходите в магазин, в крупный, да, сетевой Соответственно, вы заполняете какие-то дисконтные карты Вы в том, в другом магазине Соответственно, эти магазины могут обмениваться этими картами, этими данными Возможно, это как-то незаконно, да, но это и присутствует Есть просто банально, люди понимают, что вот есть красивые номера, так называемые Они, начиная там с единички, ну, допустим, там 37001 И начиная там до тысячи Они просто вбивают эти номера и рассылают в веер Они понимают, что данными телефонами, наверное, пользуются люди, у которых есть деньги Там, как правило, телефоны, они продаются такие вот эти красивые Даже так, то есть не зная никаких каких-то персональных данных, рассылки могут быть просто веерными К сожалению, от этого, наверное, не уйти Почему? Уйти можно просто отказаться от смс-рассылок Соответственно, если вы отказываете от смс-рассылок Автоматически вы не можете получить смс от мамы, от сына, от дочки и так далее То есть это отключается полностью Потому что, ну, любая сотовая компания, она не может проверить, от кого это смс-ка Вот если она пришла к абоненту, значит, наверное, он его знает Если он захочет, он посмотрит Поэтому, если вы не знаете этого отправителя, вам лучше не читать Ну, понятно, когда при такси отсылают, там прям пишут Там такси такое-то, да, там Ну, к сожалению, это так Компания предоставляет услуги сотовой связи И, соответственно, это как бы услуга Вы можете ей пользоваться, можете не пользоваться Если дома мы защищены стенами, а в интернете антивирусными программами То на улице нас может оградить от опасности только личная бдительность и правоохранительные органы В Чебоксарах действует муниципальная программа повышения безопасности жизнедеятельности населения и территории города Чебоксары С каждым годом мы можем прослеживать снижение преступности Но работать всегда есть над чем Криминогенная обстановка в городе Чебоксары за первые пять месяцев 2014 года такова Выявлены и привлечены к ответственности лица, совершившие более 55 тысяч административных правонарушений В числе которых более 20 тысяч посягающих на общественную безопасность 29 тысяч в области дорожного движения, 311 против порядка управления 33 человека, нарушивших миграционное законодательство Основным побуждающим фактором к совершению противоправных деяний продолжает оставаться употребление алкоголя За нарушение антиалкогольного законодательства к ответственности привлечено свыше 13,5 тысяч граждан В том числе 1434 за распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции в общественных местах 12 636 за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения 46 протоколов составлено на несовершеннолетних за появление в состоянии опьянения в общественных местах Выявлено 49 фактов реализации несовершеннолетним алкогольной продукции В результате проведенных мероприятий по декриминализации объектов торговли из оборота алкогольной продукции изъято свыше 311 литров контрафактной спиртосодержащей продукции. Одним из основных направлений работы Управления МВД России по городу Чебоксары Чувашской Республики является совершенствование государственной системы по профилактике правонарушений. Тут на помощь сотрудникам полиции приходят высокие технологии. В городе установлены 136 видеокамер по программе «Безопасный город», 67 стационарных и 69 купольных. У вторых, обзор ведется на 360 градусов. Вся информация истекается в Центр управления нарядами в городе Чебоксары. Есть тут у нас служебные прикладные слои, которые не для всех. Вот участковый пункт и полиции, к примеру. Вот покажу, красными точками обозначены по адресам. Сюда вот навожу, здесь выходит у нас адрес и контактный телефон. То есть тот же дежурный, оператор 02, дежурный в отделах полиции. Чтобы для удобства, он раз посмотрел сразу, набрал на карте номер автомобиля есть наши, камеры сами расположены. То есть слоев можно создавать бесконечное множество. Есть маячки, этот объект у нас по городу. Более 200 это объекты, где у нас охраняемые частными охранными организациями, вне ведомственной охраны, откуда гражданин может обратиться в полицию. То есть пришел он на этот объект, какая-то беда случилась, информацию хочет передать. Нажимает там тревожную кнопку, либо ему предоставляет возможность связаться с полицией, позвонить. Безусловно, есть все основания говорить, что реализация программ позволила не допустить роста преступности. Число пострадавших от криминальных проявлений уменьшилось почти на 8%. На стадии приготовления и покушения предотвращено 50 преступлений. На 10,6% уменьшилось количество преступлений, совершенных в жилом секторе. Эта система в первую очередь носит сдерживающий характер. И, возможно, для многих потенциальных преступников наличие данной системы станет определенной преградой для совершения преступления в будущем. Принцип работы следующий. Вот эта интеракционная так называемая карта, она выведена на экран каждому оператору, который осуществляет функции по приему и регистрации телефонных звонков по 02. Они имеют таким, обладают такими же правами по управлению камерами. То есть поступило сообщение уже по карте смотрит по поступившему адресу, если нет видеокамеры, сразу же ее уже включает, активирует и может уже осуществлять манитонентом местности, обстановки. Это раз. Второе. Здесь тоже у нас есть соответствующая категория сотрудников, которые при экстренных случаях тоже могут подключиться, занять вот это рабочее место, начать работать с этой картой тоже так же. То есть, например, оператор смотрит то, что происходит непосредственно на месте происшествия, а второй человек смотрит, что находится рядом, да, к примеру. Но вообще вот, да, уже идем по этапу. То есть побежал человек там по проспекту Мира, от, грубо, 10-го дома, в сторону 20-го. Есть там у нас три видеокамеры на прилегающей территории. Мы уже со всех этих двух видеокамер делаем такой анализ. Видеосотрудники работают без выходных, не спят и практически не устают. И главное, они незаметно, но очень точно выполняют свою работу. В записи хранятся один месяц. За это время к ним может обратиться по необходимости любой сотрудник правоохранительных органов. Концепция «Безопасный город» включает в себя и безопасный микрорайон, двор и подъезд. 665 камер установлены на 107 домах. Обычно мы камеры старались располагать так, чтобы был все-таки внешний облик, человек, который входит в подъезд, выходит из подъезда, в то же время, чтобы черты лица узнавались. Однозначно, чтобы в ночное время давал все-таки четкие картинки, чтобы потом этого человека опознать. Ну и параллельно, почему все-таки так решили, а вот не над дверью непосредственно, какая-то часть территории охватывается, в том числе детские площадки, дворы. На каждом доме фактически у нас въезд-выезд на подворовую территорию тоже охватывается в этой камере. Картинка также попадает в центр управления нарядами. Чтобы за вашим двором следили полицейские, не нужно тратить большие суммы денег, всего лишь купить и установить соответствующую камеру и попросить подключить ее к системе. Также поступили более 60 чебоксарских школ. В средней школе номер 54 установлены 32 видеокамеры, из них 5 на улице. Этого, по словам директора, хватает, чтобы обеспечить порядок на вверенной территории. Чувство защищенности от нашей сегодня непростой жизни у родителей, у учащихся и прежде всего у учителей. У учителей появилась возможность во время перемены больше времени уделять детям. К видеокамерам в школе привыкли. Говорят, это дисциплинируют. Конечно, без происшествий не бывает, но порой хватает и часа, чтобы разобраться в ситуации. Бывают, дети чересчур активны на перемене. Бывают и зарятся на чужие вещи. Мальчики нас не бежали, потому что тут камеры есть. Мы дважды, следователь у нас однажды попросил, мы обращались к системе видеозаписей. Ну и сами однажды просмотрели. А так, в основном, ребята знают, что все записывается, поэтому честно сразу говорят, я больше не буду. С точки зрения директора школы, после появления видеокамер ситуация и в районе стала лучше. Около школы не собираются сомнительные личности, родители спокойны за своих детей в учебном заведении. Конечно, правильно. Ребенок находится большинство в школе. Мы спокойны, что наши дети во время учебного процесса находятся в полной безопасности. Вся видеоинформация в школе хранится в архиве. Несмотря на наличие электронного глаза, от услуг охранников в школе не собираются отказываться. Вахтер нужен хотя бы для того, чтобы вовремя нажать тревожную кнопку. Специально для телефонов и смартфонов МВД России разработала одноименное приложение. Оно предоставляет большие возможности для пользователей. Предлагаю с ними ознакомиться. Например, управление Министерства внутренних дел по городу Чебоксары находится в 216 метрах от нас. Хорошо. Определить также можно и нашего участкового, который работает на участке, где мы сейчас находимся. Вот. 455 метров от нас в отделении находится Фролова Ольга Валерьевна. К сожалению, здесь нет ее фотографий, но вот есть, например, фотографии у других сотрудников. Вот Местеров Сергей Александрович, 457 метров от нас. Можно ему позвонить, определить, где находится также. Можно узнать, если вы увидели какое-нибудь потенциально опасное лицо, кто находится в розыске, можно посмотреть. Вот, например, разыскиваемый или пропавший без вести. Нажимаем на «Разыскиваемый» и видим список людей. Он достаточно большой, я бы сказала. Вот. И здесь приметы, имя человека и время, когда он был объявлен в розыск. 10 февраля 2014 года в данном случае. Также можно найти пропавших без вести. Может быть, там есть и люди, которых вы объявили пропавшими. Можно отправить свое обращение. Здесь указано, в какой форме оно подается, какие правила должны быть при обращении. И тут же «Куда» или «Если вы желаете отправить обращение в центральный аппарат МВД, можно нажать сюда и также интерактивно его отправить. Если вам выписали штраф, вы посчитали, что он, например, должен быть в другом размере. Вот по правилам дорожного движения здесь есть все описанные штрафы. Например, вот так. Мы видим, за нарушение правил причины средней тяжести вреда здоровью, пожалуйста, штраф от 10 до 25 тысяч рублей. Собственно, с каждым штрафом здесь можно ознакомиться. Также ознакомиться с кодексом административных правонарушений и посмотреть, что делать в экстренных ситуациях. Например, если вы стали свидетелем преступления, как быть в этом случае, по какому номеру звонить. И как вести себя. Если же вы действительно стали свидетелем какого-либо преступления, вы всегда можете совершить экстренный звонок. Здесь в приложении также есть кнопка быстрого вызова полиции. Если мы ее нажмем, вот, пожалуйста, одним движением руки, и мы уже звоним в ближайшее отделение управления Министерства внутренних дел в данном случае. Звонок вообще-то сорвался. К сожалению, по приложению мы дозвониться не смогли, оно еще требует доработки. Но мы всегда должны помнить те цифры, которые известны нам с детства. 010, 020, 030 и 040. Сегодня не все мобильные телефоны поддерживают комбинацию с двух цифр, поэтому дозвониться по ним можно с помощью трехзначного кода 010, 020, 030 и 040. Некоторые телефоны поддерживают комбинацию также 101, 102, 103 и 104. Нужно помнить, что сегодня действует также и единый телефон службы спасения – 112. Специалисты утверждают, что есть люди, которые имеют предрасположенность к тому, чтобы стать объектом нападения. Идеально для преступника – девушка на высоких каблуках в короткой узкой юбке с распахнутой настежь сумкой, у которой можно запросто эту сумку вырвать из рук. Чтобы не стать жертвой, следуйте простым правилам поведения на улице в темное время суток. Продумайте свой вечерний маршрут. Исключите из него дороги, пролегающие через пустыри, стройки, улицы с шумными ночными клубами, неосвещенные тропинки. Лучше всего составить маршрут, который идет вдоль хорошо освещенных автомобильных дорог, где вы находитесь у всех на виду. Не стоит ходить по темным улицам, уткнувшись в экран телефона. Передвигайтесь в толпе людей. Сообщайте родственникам, в какое время вы выходите, сколько времени займет у вас поездка и по какому маршруту вы поедете. Это поможет родным вовремя забить тревогу, если с вами по пути что-то произойдет. Если вы заранее знаете, что вам придется возвращаться домой в темное время суток, не надевайте броской дорогой одежды, которая может натолкнуть преступника на мысль, что у вас есть чем поживиться. Преступники часто присматривают жертву в кассах магазинов, у банкоматов, в транспорте при оплате проезда. В тех местах, где можно увидеть содержимое кошелька. Банковские карты по возможности надо хранить даже не в сумке, а в отдельном внутреннем кармашке одежды вместе с документами. Часто на улице собираются группы нетрезвых людей, которые могут создать конфликтную ситуацию. На провокации таких людей лучше не отвечать. Напасть могут не только на улице, но и в подъезде. Никогда не заходите в подъезд с незнакомыми людьми. Если вам угрожают и требуют отдать имущество или деньги, соглашайтесь. Лично мне, наверное, повезло. Мне никогда не приходилось вызывать полицию. До недавнего времени. А если быть конкретнее, до работы над этим выпуском. Во время вечерних съемок к нам подошел нетрезвый мужчина. Он решил, что снимать около его дома без его разрешения мы не имеем права. Решить все по-мирному ему не хотелось. Нам пришлось вызвать полицию. Предъявите меня удостоверение. Не-не, а кто такая это, что я тебя... Если вы полицейский... Да, я полицейский. Вы должны мне удостоверение. Вот она моя очередь, я вам покажу. Собто ты была, знаешь, что такая была? Да. Вот она. Где фамилия? Вот она. Открывайте. А вот такая? Открывайте. А вот такая? Я? Мужчина! Мужчина! Я позвонила по номеру единого телефона спасения 112. Ответили, что помочь не могут и приеду в случае чрезвычайного происшествия. И мне нужно самой позвонить 02. Стоит отметить, что у этих служб существует прямая связь друг с другом. Кто вы такие? Почему вы снимаете? Вот мне. Давай снимай меня. Вот так. Кто вы такие? Нет, ребята, кто вы такие? Вызывая полицейских, вы обязательно должны назвать место, где совершается противоправное деяние. Описать его. Назвать свое имя и контактные данные. Наряд обязан приехать по нормативу в течение 10 минут. В нашем случае экипаж немного опоздал. Но толпу людей заметила мимо проезжающая патрульно-постовая служба. История закончилась благополучно. Мужчина отправился домой отсыпаться. Мы продолжили работу. Сами того не планируя, мы проверили на практике то, что сегодня рассказали вам в теории. Звонки по номеру 02 в Чебоксарах принимают лишь три сотрудника по пяти телефонным линиям. Случается и так, что все они бывают заняты. Кто-то может и не дозвониться. Естественно, что тогда человек обратится в единую службу спасения. Но там мы услышали «Позвоните 02». Напоследок хочется сказать лишь одно. Будьте бдительны. От этого могут зависеть не только ваши, но и чужие жизни. Это была программа «Комфортный город». До новых встреч в любимом и комфортном городе. До новых встреч в сфере. Редактор субтитров А.Семкин